В этом выпуске я расскажу о трех важных победах России уходящего десятилетия. И мне будет, как всегда, крайне интересно узнать твое мнение в комментариях. Погнали! Первая победа связана с присоединением, ну или как кому больше нравится называть, аннексией полуострова Крым. В феврале 2014 года, после того, как в Украине был осуществлен государственный переворот, жители Крыма и Севастополя, не согласные с новой властью, в подавляющем большинстве захотели присоединения к России. Помогла им защитить этот выбор сама Россия. Благо, обошлось без единого выстрела. Таким образом, Крым официально в составе России с 18 марта 2014 года. Однако этого в мире почти никто не признал. Есть небольшой список сочувствующих, в который входят такие страны, как Боливия, Никарагуа, Северная Корея, Сирия, Афганистан, Венесуэла, Казахстан, Киргизия, Куба, Судан и Зимбабве. Так и зачем же Москве понадобился Крым? И в чем заключается победа? Главной причиной, по которой Россия придает большое значение Крыму, это важное стратегическое расположение региона. Территория Крымского полуострова небольшая, однако регион проникает в самое сердце Черного моря и таким образом может перехватить там инициативу за господство. Все это может и не имело значения, если бы не залежи энергетических ресурсов в этом регионе. Разработка нефтяных месторождений Черного моря возле Крыма началась семимильными шагами. Севастополь это идеально размещенный глубоководный порт, который способен обслуживать нефтяные разработки и технологии массового бурения. Одновременно с этим активное военное вмешательство блока НАТО на Черном море вынудило Россию в спешке упрочнить свои позиции в этом регионе. Поэтому Крымский полуостров и стал непременной целью. Если бы регион до сих пор принадлежал Украине, то под большим вопросом стояла безопасность и контроль Черноморского флота. Поэтому, когда полуостров ни словом, а делом выразил пророссийские настроения, Москва без колебаний приняла Крым. Кроме этого, Россия вернула Крым из точки зрения исторической справедливости, так как полуостров долгое время входил в состав Российской империи. И только в советский период, который, кстати, украинскими властями считается преступным, он был передан Украине. После распада Советского Союза и поворота Киева в сторону стран Запада, вопрос о владении Крыма стал серьезной проблемой. Говоря в целом, Крым, несмотря на санкции, введенные против России, крайне выгодное приобретение не только с военно-политической, но и с экономической точки зрения. Правда, выгода появится только в долгосрочной перспективе, когда все инфраструктурные и ресурсодобывающие проекты будут закончены. Победа номер два связана с военной операцией в Сирийской Арабской Республике. На протяжении всей новейшей истории Ближний Восток был областью многочисленных войн, и основной причиной тому является наличие богатых месторождений нефти и природного газа. В 2011 году Сирия, жившая спокойно и мирно почти 30 лет, была буквально взорвана влияниями извне и затянута в водоворот арабской весны. Сразу купировать проблему президенту Башару Асаду не удалось, власть он отдавать тоже не хотел, поэтому в отличие от Египта и Ливии, в Сирии реализовался наихудший сценарий. С 30 сентября 2015 года Россия по запросу президента Сирии начала наносить точечные авиаудары по объектам запрещенных в России группировок, и не только по ним, конечно же. К январю 2016 года Воздушно-космические силы при участии кораблей Каспийской флотилии и подводных лодок Черного моря уничтожили несколько сотен боевиков и тысячи объектов-террористов. Действия Воздушно-космических сил России после обращения сирийского правительства помогли переломить ситуацию в Сирии, обеспечить сужение контролируемого террористами пространства. И не только ими, конечно же. В декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил о полном разгроме исламского государства. Однако Сирия после ИГИЛ не стала мирной страной. Государство было разрезано на четыре части, при этом не на четко выделенные территории, а представляющие собой через полосицу. И поделена она не совсем как бы союзниками, а скорее ярыми конкурентами. Режим Башара Асада при поддержке России и Ирана контролирует 58% территории Сирии, которые на карте окрашены в красный цвет. Итак, каковы же выгоды от появившегося военного базирования России в Сирии? Во-первых, это получение выхода к Южным морям. Во-вторых, обеспечив себе определенную силу в регионе, Россия увеличила свою роль в торговле оружием. Получила право голоса в вопросах разделения нефти и газа Восточного Средиземноморья. И открыла двери российским фирмам в разработке природных ресурсов. В-третьих, Москва предотвратила возвращение в свою страну джихадистов из Кавказского региона, воюющих на стороне оппозиции. Российская база в Латакии стала ответом базе Соединенных Штатов в Средиземном море, находящаяся в Турции. Также стоит отметить и полученный боевой опыт. Тренировка вооруженных сил в боевых условиях и испытания новейшей техники позитивно скажутся на армии в целом. Другой момент – это загрузка отечественных предприятий военно-промышленного комплекса, что положительно воздействует на экономику. Всего более 48 тысяч военнослужащих российской армии приняли участие в сирийской операции. И более 14 тысяч из них получили боевые награды. И, наконец, третья победа связана с Нагорным Карабахом. Осенью 2020 года настало время поставить окончательную точку в одном из самых долгих конфликтов на постсоветском пространстве. В Нагорном Карабахе утром 27 сентября начались ожесточенные бои между армянскими силами и вооруженными силами Азербайджана. Азербайджанская армия показала себя лучше подготовленной, лучше организованной, более оснащенной современными видами вооружения и более успешной в проведении конкретных операций на полях сражений. После продолжавшихся на протяжении полутора месяцев боевых действий и нескольких неудачных перемирий, Россия выступила посредником при заключении соглашения между Арменией и Азербайджаном. Произошло это буквально в последний момент, когда уже были потеряны территории, а армянская армия отступала под натиском азербайджанцев. После продолжительных кризисов на постсоветском пространстве президент Владимир Путин вновь заявил о России как о региональном гаранте стабильности, что было подтверждено отправкой почти двух тысяч миротворцев. Контролирует регион военнослужащие 15-й миротворческой бригады. Кроме личного состава в Нагорный Карабах перебросили бронетранспортеры, бронеавтомобили, вертолеты Ми-8 и Ми-24. В зоне ответственности российских миротворцев ключевые регионы непризнанной республики, в том числе столица Степанакерт и Лачинский транспортный коридор. Соглашение, заключенное при посредничестве России, имеет поразительное сходство с тем, что, по общему мнению Армении, Азербайджана и международного сообщества, было бы разумным компромиссом в соответствии с так называемыми мадридскими принципами, появившимися в 2007 году. Главное отличие осенних соглашений от того, что было 13 лет назад, состоит в том, что оно ввелось в действие не дипломатами, а военной силой. С учетом российского военного присутствия в регионе, Москва внезапно приобретает гораздо больше рычагов влияния на Азербайджан в сфере обеспечения безопасности в стране. Армения оказалась в более сложной ситуации, поскольку ее и без того большая зависимость от Москвы резко повысилась, а оставшиеся под контролем Армении районы Нагорного Карабаха теперь будет невозможно защитить без помощи России. Тем самым Москва может значительно влиять на некоторые политические решения страны. Окончание Карабахского конфликта показало, что, несмотря на бестеремонные военные маневры Турции, способность Анкары и Москвы и дальше поддерживать приемлемые отношения осталась непоколебимой. Конечно, эти события можно назвать чисто дипломатической победой России, давшей стране только увеличение политического влияния в регионе. Однако не исключено, что со временем будет создаваться и совместный экономический и энергетический консорциум между Россией, Турцией, Ираном и Азербайджаном. Самое важное сейчас, чтобы в Карабахском конфликте была поставлена окончательная точка, а не многоточие. Я читаю практически каждый твой комментарий, поэтому обязательно напиши свое мнение. Подписывайся на мой второй музыкальный канал и вступай в мою группу ВКонтакте. Все ссылки в описании под видео. И, конечно же, посмотри мои прошлые выпуски, они ничуть не менее интересные. Ну а с вами был Хардастер. Всем мира и процветания!